Охватить дополнительным образованием 75% детей. Такую цель ставит Общероссийский народный фронт, реализуя новый проект «Равные возможности детям». Сегодня в России около 5 миллионов детей не занимаются в кружках и секциях. Проектом ставится задача привлекать волонтеров некоммерческой организации к занятиям с детьми на общественных началах и бесплатно для детей. В Ненецком округе бесплатные занятия для детей проводятся, например, на пришкольных летних площадках. Летняя пришкольная детская площадка – возможность научиться новому и провести время с пользой. В течение месяца школьники с воспитателями и учителями учились работать в команде, исследовать родной край, создавать поделки из вторичного материала. В этом году в школе номер 4 дети занимались по четырем направлениям – туристическое просвещение, спортивная деятельность, изобразительное искусство и экологическое воспитание. Там ребят приобщали к проектной и исследовательской деятельности. Мы вместе с ребятами выполняли проект, изучали, как размножаются растения, наблюдали за размножением растений и наблюдали за строением листа. Для чего? Для того, чтобы ребята смогли украсить свой дом, свой класс, свою школу. Развитие моторики, творческого мышления, навыки коллективного труда. Дополнительные занятия сказываются на развитии наилучшим образом. Платные занятия в бюджетных и частных учреждениях ограничивают возможности некоторых семей. Между тем, согласно майским указам президента, дополнительным образованием должны быть охвачены 75% детей. К решению проблемы включился Общероссийский народный фронт. Общественники будут искать партнеров, которые смогут проводить занятия с детьми на добровольной основе. Я полагаю, что тот опыт, когда у нас будет создана команда людей, независимо от оплаты, от статуса, просто так пойдут и работают с детьми, это совершенно правильное направление. Потому что на сегодняшний день мало говорить о том, что мы просто любим детей, и дети – это наше будущее. Пора, наверное, все-таки приступать к активным действиям. По словам Татьяны Бадьян, в регионе необходимы волонтёры для развития технического и естественно-научного направлений дополнительного образования. Сегодня в регионе нет авиамоторных кружков, станций юных техников, лабораторий, занятий по робототехнике. Как будет набираться команда единомышленников, где будут организованы занятия, ещё только предстоит обсудить с педагогами и добровольцами. Эта тема будет вынесена на августовскую педагогическую конференцию. Валентина Чибичек, Антон Водряков, Телеканал «Север».